Двенадцать снов в королеве Восемь свирепых зверей Четыре гвоздя лишь подарят грешнику вечный покой Восносится к небу молитва о том, кто уходит на бой Возможно, близок час падения гордого древнего Лондона Возможно, его жители танцуют перед лицом смерти в последний раз Столкнувшись со зловещим и неведомым, люди начали искать ответы Верить приметы в силу звезд, в дурные знамения Слушать священников, которые объяснили то, к чему не было объяснения А зачаровавшись в религии, люди обратились к науке Я наблюдал, как они строят города и создают оружие для своих бесконечных войн Старые ответы забывались, возникли новые вопросы Что есть тьма, как не скрытый свет? Что есть стена, как не пробащенный камень? Что есть стекло, как не изрезанный песок? Что есть песня, как не боевой клич? Что есть ненависть, как не угощай любовь? Что есть жизнь, как не ожидание смерти? Смерть С тех пор, как я благосорвал леса священного древа Смертный удел считается божьей карой Оковами, что не дают человечеству достичь звезд О, великчайшая ошибка! Смерть не зло и не божье воздаяние Истинная кара Не ощутить ее сладкого поцелуя Отрясти прах с ног своих И возроди зевыной А написки Земля Шоу Мrell Шостол вы слышали эти шепотки эта женщина она назвала нас джонатан и она звала нас к себе но честно говоря если мы сейчас к ней придем если это конечно живая женщина я думаю что ее не порадует то что она видит всем привет меня зовут артур и сегодня мы с вами посмотрим игрушку возможно даже начнем проходить игрушку под названием вампир игра которую я очень давно ждал я очень давно хотел чтобы она вышла и вот она наконец-то наконец-то чап сми дело в том что я являюсь довольно серьезным фанатом в имперской тематике и неплохо в неподкован хотя и далеко не эксперт но все-таки короче то что сейчас происходит с джонатаном я знаю что то такое я его прекрасно понимаю а вон какая-то женщина или кто это там идиот чем ближе мы подходим тем сильнее шепот кстати говоря скорее всего это она нас зовет то что сейчас происходит джонатаном так себя чувствует новообращенные вампиры то есть у него перед глазами пелена и даже если перед ним станет пить хочу пить даже если перед ним будет родной ему человек он его не узнает он его не увидите единственное что в нем увидит это просто кусок мяса еду не более того она говорит боже это правда ты я знала я знала что ты жив судя по всему это наша знакомая джонатан нет джонатан нет джонатан мой милый брат что же ты натворил мэри нет нет мэри а Держись, прошу тебя, держись! Мэри. Мэри. Нет. Нет, нет. Что я наделал? Это какой-то кошмар. Ты убил ее, тварь? Нет. Пожалуйста, подождите, я объясню. Да твою мать. Так, проваливаем сюда, Джонатан. Какого хера вообще творится? Что ты им объяснять собрался? Как ты был в куче трупов, с которых ты восстал и пошел есть людей? Это ты собираешься им объяснять, да? Вот именно, это какое-то безумие. Самое, самое логичное, что мы сейчас можем сделать, это просто уйти отсюда. Нужно уйти, спрятаться и перегруппироваться в эту проливую. Хороший вопрос, Джонатан. О, Мэри. Что я делал? Что это все? Нет, на самом деле, я понимаю, как так вышло, то есть... Так, если что провести атаку, люди не бьют, так, ну... Ну, я понял, хорошо. Так, ну, честно говоря, по возможности мы не будем применять оружие. Почему? Просто потому что... У меня есть две причины на это. Во-первых, игра говорит, что если мы будем убивать людей, чем больше мы будем убивать, тем игра будет становиться проще. То есть мы не будем убивать, просто хотя бы потому, чтобы игра была сама по себе непростая. Вот, это во-первых. Во-вторых, Джонатан является лекарем. Он лекарь, обращенный в импира, то есть он будет бороться сам с собой. Но если у меня станут на пути, я не посмотрю на то, что вы люди, и я давал клятву Гиппократа. Так, слушай, по возможности, давай все-таки не будем с ними сражаться. Да пошел ты! Проваливаем отсюда. Ух ты, зараза! Давай попробуем не сражаться! Да твою мать! Тот бежит за нами, нет? Не бежит. Тогда пробуем прошмыгнуть мимо него. Пожалуйста, не заставляй меня. Ну это зараза. Так, скорее всего, нам надо куда-то туда. Давай просто бежать вперед и попытаемся ни с кем не сражаться. Ну просто потому, что... Ну конечно. Размечтался, блин. Ни с кем не сражаться. Так, погоди. Нам скорее всего в эту дверь, да? Но они походу не дадут мне покоя. Нам придется их все равно поубивать. Хорошо, зараза. Вы не оставляйте мне другого выбора. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Примерно как в этом... Господи, как это называлось? Я вам не враг. Мне нужна помощь. Сдукни, чертов кровопийца. Пожалуйста, послушайте. Я ничего не понимаю. Заткнись. Кто это? Что вообще происходит? Солнце. Он прожигает меня до костей. Да. Так вот же, выживание определенные элементы. В том числе огонь наносит повышенный урон. Снижающий нам... Я понял. То есть, ну, все понятно. Дело в том, что Джонатан, похоже, сам еще не знает, какого черта происходило. Вполне вероятно, что та куча трупов. Там... Тут... Понимаете, в чем подвох? Тут бушуют очень серьезное заболевание, с которым, скорее всего, Джонатан пытался справляться, как врач. Но, видимо, он потерпел фиаско, и в итоге его отправили на кучу... На кучу к остальным, кто погиб от этой болезни. Но кому-то... Кому-то было на руку, чтобы мы не погибали. Тихо. Причем, я так понимаю, что... Даже наша... Что это? Твою мать, слушай, нет. Я, конечно, все понимаю, но лучше всего не сражаться ни с кем. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Но если они не оставят мне выбора, я убью всех на единого! Скотина! Я хочу найти защиту! Слушай, мне это не устраивает. Если мы это продолжим в таком же духе, мне придется перебить полнаселения этого Лондона и так бы умирающего. Надо, короче говоря, скрываться. Надо скрываться, чтобы не давать им повода нас трогать. Соответственно, нам повода их убивать. Просто понимаете, в чем дело? Я пытался сейчас присесть, но, к сожалению, такого... Такой возможности у меня нет. То есть, все, что я могу сделать, это просто бежать и сражаться. Пока что, по крайней мере. Дело в том, что мы уже нарушили, как минимум, несколько клятв. То есть, мы навредили людям, хотя поклялись их лечить. Если мы действительно являемся лекарем, это во-первых. Во-вторых... Во-вторых, мы убили и сушив человека. Я имею в виду, мы выпили его полностью. Это плохо, потому что вампиры, по идее, так поступать не должны. Есть здесь кто-нибудь? Что это за место? Дом выглядит заброшенным. Здесь я буду в безопасности. Да, ты так уверен? Слушай, я так понимаю, что для людей здесь не в новинку видеть вампиров. На самом деле, вампирская тематика, она довольно обширна. И чтобы вы понимали, нет никакого такого конкретного образа вампира. То есть, ну, имеется в виду какие-то... Есть некоторые такие устоявшиеся понятия. Такие, как, знаете, вампир там не отражается в зеркале. Там вампира можно убить тем-то, тем-то и так далее. Но огонь и солнце, а колесо на предмет? А ну-ка, дай-ка посмотреть. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются и не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. Но солнце очень, очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горело изнутри. Его глаза и тело расплавились. И я видел, как шевелятся и скрипят его... Нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов, остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. И отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь? Это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя, это сжечь его. Знает своих врагов. Карл Элдридж, лидер стражей Привена. Ага. То есть... Так, подожди, это один из документов. Так, легендарные вампиры, история Аскалуна, виды вампиров. По типу Носферата, Вентруид и тому подобное. Даже такой великой охоты. Очень интересно. Слабости вампиров. Так, но это на самом деле довольно полезно, потому что я думал, что Солнце нас полностью уничтожит. Вот это как раз одно из вот таких устоявших понятий, как то, что Солнце может уничтожить вампира. Но, понимаешь, каждое произведение, оно по-своему трактует вампира. И у меня есть примерно свои понятия, которые мне больше нравятся, которые образовались там на фоне тех книг, которые я читал. Шиллинги. Местная валюта. На фоне тех книг, которые я читал, на фоне тех фильмов, которые я смотрел, кстати говоря... Так, подожди, где мы посмотрим, что у нас там такое? Мой самый-самый любимый фильм, как ни странно, это интервью с вампиром. Она же и книга моя любимая, кстати говоря. Брат, что же ты натворил? Мэри! 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 Мэри, прости. Я найду тех, кто сделал это с нами. Я найду их. Что-то мне подсказывает, что Мэри была его... Божечки. Что Мэри была его единственной родной душой. В этом проклятом месте. Что-то мне пока не хочется туда идти. Идем пока сюда сходим. Так и чувствую, как солнечные лучи давят на крышу. Ага, я тебя понял. Видишь, есть еще одно понятие, как то, что вампир днем спит. Нифига подобного. Есть фильм «От заката до рассвета». Там подавался вампир, как... Скажем так, он днем скорее не спит. Он днем просто не может толком двигаться. Поэтому к нему можно было прийти домой. Он просто будет лежать на кровати, предположим. И его при этом можно рассмотреть, поговорить с ним. Но ничего тебе не сделать. Потому что он ничего не сможет тебе противопоставить днем. А то там точно заброшено? Или сюда все-таки пришли и... Боже, ты посмотри, я не могу понять, что с ней... Произошло. Боже. Стой. Этот-то разряжен в пух и прах. Дай-ка заглянь ему в карман. Шарик по карману, что ты сам-то спятил. Мне еще за комнату платить, а вот ему уже нет. Гляди. Золотые часы. О, красота. Сбагрилик, да поделим. Барыши. Быть гробовщиком не так уж и плохо. Давай, скидывай его. Пульса нет. Невероятно. А-а-а, слушай. Он точно... Он же у нас является лекарем. Боже, да у него сейчас так... Он может сам ставить на себе эксперименты. Это так круто. То есть он может сам... Он может изучать себя вдоль и попрек. Это для него совершенно в новинку. Он изучал человеческие тела всю свою жизнь. Он, по идее, знает о них практически все. А вот то, что с ним сейчас произошло, это в новинку. Я бы на его месте завел бы дневник и записывал бы все наблюдения, которые с ним... Ну, имеется в виду все, что с ним происходит. Все изменения, все наблюдения. Все его мутации, которые происходят с его телом. Боже, я не могу понять, что с этой женщиной произошло. Такое впечатление, словно ей вырывали глаза и съели лису. Вампиры так поступать не должны. Короче говоря, каждое произведение, каждый фильм трактуют вампиров по-своему. Совершенно... Кстати говоря, это она или это он на фотографии. Трактуют совершенно по-разному, по-своему. Поэтому нужно понять, как конкретно вампиры устроены здесь. Но у всех у них есть общая черта. Они пьют кровь. Они должны пить кровь, питаться, чтобы выжить. Я отображаюсь в зеркале? Я должен отображаться в зеркале, по идее. Я всегда считал, что вампир должен отображаться в зеркале. Двенадцать снов королеви, что спит под венцом из камней. Достирает она, но нас вечное отчаяние великости. Возьмусь из окнеба молитра о том, кто уходит на бой. Дорогу свою должно выбрать дитя, рожденное тьмой. Что это? Ты говоришь обо мне? Нет! Нет! Я так много не успел! У меня сейчас столько несделанных дел. Он когда умирал, он... Боже, да что здесь происходит? Он когда умирал, он... Он думал о том, что он что-то не завершил. Скорее всего, он был на пороге... Лекарства, нет? Слушай, ну, он отображается в зеркале. Я всегда считал, что вампир должен отображаться в зеркале. Но по Дракуле, я имею в виду по каноничному Дракуле, вампир не может отражаться в зеркале. Почему? Потому что отражение зеркала является отражением души. Вампир уже считается бездуховным существом. То есть, он... Точнее, он считается с проклятой душой. То есть, грубо говоря, тело. Которое просто ходит бездыханное, без души. Соответственно, нечем отражаться в зеркале. Поэтому некоторые произведения трактуют вампиров как... Как существа без души. Потому они и не отображаются в зеркале. Да что такое тут картины какие-то? Одна страшная, другая. А, ты застрелился что ли? Нет? Джонни, ему уже не помочь. Надо уходить скорее. И теперь... Еще есть время. Я спасу его. Брак уже близко. Нам приказали эвакуировать в госпиталь. Все. Он будет жить. И что теперь? Будем сражаться. Убивать куда проще, чем лечить. Это оказалось не так просто. Старый револьвер. А ну-ка, дай-ка я посмотрю на него. Оружие дальнего боя. Так. Ага. Так, я так смотрю, что мы можем, получается, в итоге прокачиваться. То есть у игры есть RPG составляющая. То есть уровень револьвера у нас есть. Мы можем его потом... А, мы можем ему увеличивать огневую мощь. И, видимо, использовать какие-то потом особые патроны. И, видимо, его общий уровень это пятый. Я тебя понял. Хорошо. Но, честно говоря, я бы предпочел бы не использовать... Подожди. Револьвер сейчас у нас первого уровня получается. То есть я могу сейчас вот что с ним сделать, да? Я могу его улучшить. Но для этого нужны части обычного спускового механизма, около трех штук. И несколько пружинок. Угу. И в итоге, когда я его усилю, у меня на выбор будет что-то одно. Либо огневая мощь, либо же скорость перезарядки. Угу. Хорошо. А я бы предпочел бы, наверное, найти огневую мощь, чем в скорость, мне так кажется. Ага. Смотрите, сколько всего. Так, детали. То есть у нас есть своего рода крафт, боеприпасы, хлам. Сейчас я является хламом? Или, может быть, я могу их продать? Честно говоря, я предполагал, что я могу по ним определять время, чтобы понимать, во сколько я мог бы выйти с дома. Смотри, так, кистички опыта, шиллинги. Я тебя понял. Так, выносливость. Кстати говоря, у Джонатана прическа, так как я по себе хотел сделать, попробовать разочек. Так. А, у нас есть еще какие-то здания. То есть здесь есть своего рода какой-то открытый мир. Саутуарк. Есть своего рода открытый мир, я так понимаю. Ого. Честно говоря, я довольно давно не играл в такого рода игры с открытым миром. Но, скажу вам так, я довольно давно хотел поиграть в вампиры маскарад. Это моя любимейшая игра. Давай заберем часы. И, по идее, их можно продать, потому что мертвому они уже ни к чему. Вампиры маскарад. Моя самая любимая игра про вампиров. Моя любимая книга про вампиров. Это интервью с вампиром. Мой любимый фильм про вампиров. Это тоже интервью с вампиром. Луи. Боже. Помню этого вампира. Окропаливанный дневник. 15 октября. Почти не спал. Байки всю ночь кашляло и вредило в лихорадке. Это так, которая лежит там внизу, видимо, да? Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня? Байки нужны лекарства. Так, следуй на следующий день. А я поговорю с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия? Грипп вернулся? А, ну да. Тогда с гриппом тоже было сложно справляться. Насколько мне известно, антибиотик как таковой появился уже сильно позже. Работы для меня не нашлось ночью. Кстати говоря, когда появился антибиотик, я, честно говоря, в этом... Я в этом профан, но я знаю наверняка только то, что когда антибиотик появился, то, скажем так, население резко прибавилось, скажем так. То есть смертность резко сократилась. Так, правительство принимает меры предосторожности. Так, грипп вернулся, а работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. Так, 19 октября. Спустя 3 дня, получается, я отправился в Лондон. За еду и лекарствами поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пемпровскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. А, и в тот же день запись. Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так искудовалась, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мясо. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защитить нас от мордюров. Подожди, она ест, а еду организм отвергает, верно? А люди, управляющие механической лоббатой, прекратили копать могилу. Это уже 21 октября. То есть спустя еще несколько дней. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которыми днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стать страшная вонь. Ночью было уйти отсюда. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад на Бекки. Бекки отказалась. Я лучше умру, сказала она с усмешкой. За что она так мучает меня? Бекки только что напала... Напала на меня? Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранился времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь. Просила помощь, умоляла ее впустить. Но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю богу о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября, последняя запись в дневнике. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. Боже. А я был прав, он застрелился. Но, честно тебе признаться, я пока не понимаю, что произошло с Бекки. Чем она конкретно болела? И неужели она хотела только мясо? И именно из этого и накинулась на... На него. Слушай, а мне-ка... Это фотография... Наверное, это фотография Бекки, кстати говоря, мне это кажется. Есть подозрение... Подожди, я могу как-то прицелиться? Может быть, с пистолета сейчас нет? Есть мнение, что Бекки вурдалак. То есть, смотри. Есть вампиры, те, у которых, ну, имеется в виду люди... Ну, в одной из трактовок, скажем так, вурдалаки, это... Просто бездумные существа. То есть, просто стоят на... На прислуги у вампиров, скажем так. А есть... А есть другая трактовка вурдалаков. Это то, что они являются как бы не до вампирами, скажем так. Они тоже, как у них есть свои возлюбленные вампиры, скажем так, которым они прислуживают. И могут слышать его на больших расстояниях телепатически, что-то таким. То есть, у них связь с их вампиром. Но... Получается, вурдалаки по этой трактовке, это просто укушенные вампиром, но не являются вампирами. Они будут вампирами только если их... Их хозяин... Позволит им выпить своей крови. В этом случае они становятся полноценными вампирами. Но кто ты, Бекки? Честно говоря... Честно говоря, меня может занести, потому что, серьезно, я... Я очень сильно когда-то пофанател по теме вампиров, просто невероятно сильно. Я не спец в этом вопросе. Ну, далеко не спец, но... Я очень, очень сильно люблю эту тематику. И если меня будет когда-то далеко заносить, вы меня дергиваете. Потому что я... Меня может понести только так, серьезно. Так, это, конечно, все хорошо, но что... Что нам... Что нам делать? Я думаю, что нам надо переждать просто до ночи, да? Чтобы можно было сюда выбраться. Я, конечно, понимаю, что не лучшее затея спать. Хотя... Это мертвые люди, что они нам могут сделать, верно? Я ничего не понимаю. Ничего. Совсем ничего. Это... Это кошмар. Не иначе. Быть посему. Не надо мыслить здраво. Нет, Джонатан, у нас есть дела. Нет, 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 нет. Мы должны закончить лекарство. Ты не заставишь меня это сделать. Или ты хочешь убедиться, что это не сработает? Ладно, Джонатан, давай я покажу тебе, кем ты стал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok